Путин заявил о попытках пещерных русофобов уничтожить русский язык. Путин заявил о попытках пещерных русофобов уничтожить русский язык 17-25 ноября 2019 года. Обновлено. 17-26-5 ноября 2019 года. РИА Новости, Алексей Дружинин. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. РИА Новости, Алексей Дружинин. Москва, пятная рия новости Россия сталкивается с попытками искусственно, грубо и бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, заявил Владимир Путин Глава государства отметил, что войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, но и агрессивные националисты Так, в нескольких странах негативное отношение к русскому языку стало государственной политикой 16.59 рия новости Путин назвал условия возрастания интереса к русскому языку Но за ней это тоже должно быть понятно и ясно все то же давление Прямое нарушение прав человека, в том числе право на родную речь, на культуру и историческую память, сказал он При этом президент призвал не называть русский язык мощным оружием Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием С ними так борются, но по другим соображениям Да, эта сила в известной степени, мягкая сила Мне кажется, вполне достаточно, заявил российский лидер Он добавил, что влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой Президент отметил, что интерес к языку зависит от роста влияния России в мире Как это по-русски Как компьютер и интернет изменили русский язык Эпизод 3 Лайк, шер, репост 3 ноября, 12 часов Не будет этого не будет, хоть тресни Хоть и у нас еще два-три толстых появятся и четыре пушкина Ну, будут переводить просто, и все Это сто процентов А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной будут учить русский, сказал Путин на заседании Совета по русскому языку 1 ноября, 11.00 в Респорт Джакович удивил поклонников знанием русского языка и отличным произношением Напротив, оно – правовое поле Примечание, призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одними из самых стройных, образных и красивых, сказал глава государства Президент подчеркнул, что на России лежит громадная ответственность за сбережения, развитие и распространение русского языка и литературы 30 октября, 14.37 Видеоблаги Радио Спотник Норм или НиАйс Как появляются новые слова о значении с Ленгой и о современных формах общения в эфире Радио Спотник Рассказали доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгена и профессор МГУ, филолог-русист Владимир Елистратов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова